Добрый день, это проектный офис Ертаса Ладагалана в проекте Ашахсос. И сегодня мы говорим о внедрении комплайн-служб в организациях нашего региона. У нас на прямой связи первый заместитель руководителя антикора по области Ардак Балгожин. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что согласились побеседовать. Сегодня в антикоре Ардак Балгожин прошло мероприятие с участием руководства антикора по области, Акимата Павловской области и филиала Академии Госуправления при президенте Республики Казахстан, на котором обсуждалось внедрение и развитие комплайн-служб в организациях нашей области. Можно рассказать, что такое комплайн-службы и какова была цель сегодняшней встречи? Спасибо, Ари Забек. Цель начнется с того, что целью мероприятия была обсуждить теоретические и практические аспекты построения системы антикоррупционного комплайнса в нашем регионе. Касательно антикоррупционный комплайнс на сегодня в мире является основным инструментом обеспечения доброприятности организации, является эффективное деятельность независимых служб комплайнса, право управления рисками и внутреннего контроля. Основной задачей специалистов комплайнса – это предупреждение, правонарушение и защита деловой репутации организации. Согласно передовому опыту стран ОССР, в Европе государство стимулирует создание антикоррупционного комплайнса в частных компаниях путем оказания предпочтения при размещении госзаказов, выдаче займов банками. Что касается нашей страны, комплайнс – это явление не новое. В целях поощрения добропорядочности бизнеса, агентство уже на протяжении последних трех лет реализует проект инвестиционного сопровождения предпринимателей и министров. У нас работа также плотно проводится, тесно и зачастую совместно со следствием массовой информации. По подобной защите у нас только в нашем регионе 50 инвестпроектов по сумме порядка 180 миллиардов рублей. Это значительно снижает административное давление на предпринимателей. И я думаю, что в этом контексте добропорядочность бизнеса особенно важна, когда речь идет о выполнении компаниями требований закона и всех принятых на себя обязательств. Спасибо за ответ. А вы скажите, все ли организации обязаны создавать комплайнс-службы? Ну, значимость и актуальность антикоррупционного комплайнса определена на законодательном уровне. С прошлого года в законе о противодействии коррупции институт антикоррупционного комплайнс-служб ответственен за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности в организациях бази-государственного сектора. А вот сами компании на сегодняшний день, они понимают, что такое комплайнс-службы? Осознают ли важность этого инструмента? Ну, я скажу так, что среди компаний уже растет осознание того, что борьба с коррупцией является целесообразной с коммерческой точки зрения. Поскольку она несет ущерб в репутации и финансовые потери для бизнеса. И в данном случае наша позиция, и она принципиальна, это создание эффективной деятельности комплайнс-службы, подразделений во всех организациях бази-государственного сектора. И у нас уже определенная работа в этом масштабе проведена непосредственно в регионе в нашей области. На сегодняшний день из 106 субъектов бази-государственного сектора в 95 у нас создана комплайнс-служба. Мы этот вопрос держим на пульсе, мы его мониторим, проводим анализ. На данный момент у нас, к сожалению, пока видно, что организации открыли, с точки зрения законодательства исполнили. Но есть элементы формализма и развития комплайнс-службы. Это полное отсутствие, а также полное отсутствие обратной связи, особенно частного бизнеса. Не обучают специалистов по внедрению комплайнса и международного стандарта ISO 201. Система борьбы со взяточностью в 2016 году был принят. И хотел бы тоже, пользуясь случаем, отметить, что возможности и практические специалисты в виде филиала Академии госуправления при президенте у нас имеются. И мы уже неоднократно проводили работу. А рабовосознание среди компаний уже начались первые шаги. Я так понимаю, комплайнс должен внедряться только в квази-госсекторе или в других организациях тоже? Разъясните нашим зрителям. С законом отдельно указывается, точно указывается о том, что компании, являющиеся субъектами квази-государственного сектора, определяют структурные подразделения, которые исполняют функции антикоррупционного комплайнс-службы. Таким образом, квази-государственные секторы имеют обязательства по определению структурных подразделений с функциями антикоррупционного комплайнс-службы или непосредственно каких-то отдельных подразделений. А те, которые не являются субъектами квази-госсектора, они имеют право создавать комплайнс-службы. Ну, как я уже говорил, у нас, к сожалению, пока это еще только начало, и она немножко пассивно у нас идет, потому что как в частном, так и в квази-государственных секторах она только начинается у нас сработать. Вот вы обмолвились о том, что у некоторых организаций есть формальный подход. Можно поподробнее? Это не только для того, чтобы, как говорится, упрекнуть их, но и для других взять за опыт и не повторять ошибок предшественников. Ну, мы проверили 64 организации, промониторили, посмотрели документы по открытию комплайнс-службы. И вот самые такие стандартные пока на данный момент, это вот отсутствие должностных инструкций сотрудников, которые ответственны за комплайнс, отсутствие приказа о возложении функций, положение, само положение о создании комплайнс-службы. Также отсутствуют превентивные функции у сотрудников, те, которые определены за деятельность комплайнс-службы, они имеют превентивные функции и указаны методических рекомендаций. Отмечу, что в прошлом году, в декабре, были разработаны методические рекомендации по открытию комплайнс-служб, которые были разосланы всем субъектам, как в КВАЗе, так и частных секторов. И там как раз пошагово расписано, как открывать комплайнс-службы и в крупных, и в небольших организациях. Также я понимаю, что сегодня шла речь о важности того, чтобы получить сертификат международный ISO 37001 «Система борьбы со взяточничеством». Вот расскажите, пожалуйста, в чем особенность, в чем суть этого сертификата? Ну, начнем с того, что международный стандарт ISO 37001 «Система борьбы со взяточничеством», как я уже говорил, в 2016 году был принят этот стандарт, и он, как на данный момент, это самых эффективных антикоррупционных механизмов. Он содержит требования и рекомендации, которые позволяют эффективно бороться с любыми формами проявления коррупции. Любой организации, независимо от специфики деятельности, формы собственности, юридикции. Но я, как уже говорил, пока у нас квазиковый сектор и частный сектор не принимают меры по обучению специалистов международного стандарта ISO 37001. Ну вот хотелось бы как-то кратко, емко, может как-то даже образно обрисовать такой посыл, основную мысль, такой месседж. Что должны в голове держать те, кто будет в будущем создавать и развивать комплайн-службы в своих организациях? Ну, хочу сказать, что антикоррупционный... Во-первых, в работе должны понимать, что антикоррупционный комплайнс – это действительно работающий механизм, и нужно стараться, чтобы он действительно таким был и стал неотъемлемой частью корпоративной культуры организации. Я полагаю, что для этого необходимо приложить значительные усилия на этапе внедрения, на данном этапе. Ну, почему сейчас об этом начинаем говорить, когда только первые шаги делают, и мы поэтому неоднократно уже проводили встречи, мероприятия, но сейчас, как мы заложим, так в дальнейшем эффективно будет на протяжении лет это работать. Я хотел бы отметить, что в связи с этим были проработаны многие вопросы, и мы пришли к выводу, мы рекомендовали, что на регулярной основе руководства организации необходимо проводить анализ внедрения вот этого комплайнс-службы и должностных инструкций, сами положения, и нужно непосредственно с ними провести, и обратить внимание на полноценное функционирование именно в соответствии с методическими рекомендациями агентства. Ну, и, соответственно, самый важный этап – это новое, поэтому новому нужно обучаться и обеспечить непрерывный процесс обучения для специалистов, работников, субъектов базы госсфектора. А вот скажите, где могут люди получить знания, где могут они пройти курсы, где могут они обучиться? Ну, у нас в регионе – это организация, которая сертифицированная, аккредитованная, филиал Академии Госуправления президентом Республики Казахстан, возглавляет его уже не один год, ее директора Константинна, она, кстати, имеет сертификат, она мастер международного класса, который имеет право обучать, передавать опыт и сертифицировать. Соответственно, по всем вопросам, я думаю, здесь нужно обращаться. Соответственно, филиал Академии Госуправления и президентом Республики Казахстана в городе Казахстан. Я напомню нашим зрителям телефон прямого эфира. Если у вас возникают вопросы по данной теме, вы можете позвонить на 33 90 35. Ардакон Орбекович, а вот скажите, какие-то вопросы, может быть, сегодня прозвучали от представителей этого онлайн-совещания, которое прошло? Может быть, есть какие-то наиболее часто задаваемые вопросы, которые мы сегодня можем озвучить, ответы на них точнее? Ну, часто задаваемый вопрос, это вот, говорят, у нас небольшая организация, вот как нам быть, как мы можем целую службу, у нас штат и так далее. Ну, во-первых, мы и на мероприятии, также на совещании отметили о том, что все вот эти вопросы касаются больших организаций, крупных организаций, мелких организаций. Все это прописано в методических организациях. Просто на тот момент лица, которые задали вопрос, или не до конца поняли, ну, или просто элементарно до конца не дали эти методические рекомендации. Там пошагово расписано, как поступать непосредственно в суд. Крупная компания, мелкая компания. Ну, в принципе, новый инструмент, новый подход. Видимо, еще не все до конца понимают. Но вот как вы, по вашим прогнозам, вот когда мы добьемся стопроцентного внедрения комплайн-служб в организациях нашего региона? У нас, конечно, планы грандиозные. Мы планы ставим в сроки для себя короткие и хотим так, чтобы в нашем регионе комплайн-служба полноценно заработала уже. Я думаю, к весне мы будем полноценно работать. Да, ну вот скажите, пожалуйста, куда могут обращаться люди за консультацией, кроме как в Академию госуправления, про которую вы говорили? Ну, непосредственно к нам в департамент, в антикорд-центр. И также перезабег проектный офис Герты Садалды-Холомы, который вы также возглавляет. Не умаляйте свою работу, вы также активно принимаете деятельность по формированию антикоррупционного комплайнса в нашем регионе. Ну что ж, может быть, что-то я у вас не спросил, и вы сами хотели добавить к озвученной теме. Какой вопрос, может быть, не чаще всего задают, а какой-то, может быть, вопрос самый острый стоит вот в этой проблеме повсеместного, качественного внедрения комплайн-служб? Извините, не расслышал здесь, что-то помехи произошли. Да, я хотел бы уточнить, а какая вот основная проблема, не то, что вот, как часто задаваемый вопрос, о котором мы только что говорили, да, а какая-то, может быть, важная проблема, самая острая, которую вот сегодня надо незамедлительно решить? Ну, во-первых, это самая острая проблема, нужно научиться. Для того, чтобы что-то делать, надо знать, что делать. Для этого самое первое, всем субъектам, всем организациям рекомендуется пройти обучение. Пройти обучение, сертифицироваться, и тогда уже у нас будет идти вперед. А сейчас говорить о том, что мы откроем, будем идти, но не знать, как это делать, это, конечно, сложно. Ну что ж, спасибо большое, что вышли с нами на связь подробно от... А у нас телефонный звонок, Ардаков Норбитович. Да, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. А, ну что-то сорвалось. Ну, в следующий раз дозвонятся, надеемся. Ну что ж, спасибо еще раз, что вышли на связь, ответили подробно на все наши вопросы. Успехов в этом начинании. Спасибо, до свидания. До свидания. Это проект Ашахсос. Мы говорим о борьбе с бытовой коррупцией, усилении общественного контроля, а также повышении уровня добропорядочности во всех сферах. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»